Ну что, дорогие друзья, мне очень приятно снова видеть наших гостей в так называемом Петербургском салоне. Почему не московский, понятно почему, потому что мы с вами находимся на выставке в большом парадном зале Монплезира, знаменитый корпус Монплезир в Петергофе. Поэтому мы, конечно, проводим петербургские салоны и приглашаем замечательных наших друзей, коллег, историков, искусствоведов. И сегодня у нас такое маленькое исключение, но очень приятное, потому что, позвольте, я представлю, многие даже, наверное, знают, поэтому для тех, кто сидит в этом зале, наверное, смешно представлять Александра Николаевича Архангельского. Александр Николаевич – филолог по образованию. Можно я не буду в серии Гали, потому что литературовед, писатель, критик, профессор высшей школы экономики, автор ряда книг. В прошлом году художественный роман, бюро проверки, вторую премию занял на национальной литературной премии «Большая книга». Автор многих учебников школьных, методических пособий. Ну, в общем, я боюсь, что вот тот час-час пятнадцать, который у нас идет в салон, я буду только перечислять. Я уже говорю, тем временем, с 2002 года, да, правильно идет? Ну, 17 лет трудно себе представить. Мне кажется, все регулярно смотрят передачу. Мы пригласили Александра Николаевича поговорить о герое, который, ну, в том числе и для меня, в какой-то степени историка, был открыт благодаря книге, которую Александр Николаевич, я ее нашла на своей полке. Первое издание, книга Александр I, и вот филолог, литературовед, уже наработавший в газетах, в издательствах, вдруг обращается к историческому герою. Да, ну, естественно, я как историкой занималась этой эпохой, немного больше там все-таки другим периодом. Я стала читать, и, знаете, я поняла, что оторваться не могу. Я не потому что сидит рядом автор, потому что, ну, вот тот самый сфинкс, неразгаданный до гроба. Может быть, где-то книга Александра Николаевича, ну, для меня лично дала некие ответы. И дальше, когда я уже в Эрмитаже в 2005 году делала выставку огромную монографическую в Александре I, я иногда открывала книгу Александра Николаевича, и мне это позволяло, ну, как бы, какие-то вещи осмыслить лучше, лучше отобрать экспонаты. И вот сегодня мы, наверное, услышим, в первую очередь, не историка, да, а литературоведа, филолога. Кстати, диссертация Александра Николаевича была связана с эпохой, в том числе, Александра I, хотя Пушкин – эпоха Николая I, но говорить Пушкин – Александр I мы все равно, наверное, сегодня будем называть чуть-чуть. Так что, позвольте, я передаю слово, не буду тратить драгоценное наше время. Передаю слово Александру Николаевичу. Добрый вечер. Меня в последнем ряду слышно. Если я его не прошу, то вашей рукой я его верну на место. И я благодарен за эту подводку, Ольге, потому что это существенно. История, наука, в той мере, в какой это наука, очень строгая, я бы даже сказал, позитивистская. Историк не может себе позволить роскошь рассуждения вообще, потому что есть предмет, есть объект. Вот эти страшные слова я бы учил не так, да, источник. И в этом смысле и ее преимущество этой науки, и ее ограниченность, как у всякой науки. Она в каком-то отношении строже, чем физика. Физика может теоретически допустить, если это честная физика, что 10 экспериментов позволяют нам предположить и судить. И на основе этой усеченной модели мы рассуждаем о Вселенной. История не может рассуждать о Вселенной, исходя из анализа того, что ей предъявлено. И для меня в этом смысле уроком была лекция, был ответ великого лингвиста. Лингвистика тоже строгая наука. Залезняка, которого на вручении Солженистинской премии начали хвалить за то, что он наконец-то доказал подлинность слова о полку Игоря. И Залезняк очень рассердился, ну в той мере, в какой он мог рассердиться, и сказал, что он ничего не доказывал, а исследовал. И если бы исследование показало, что это подделка, это был бы точно такой же научный результат, как тот, к которому пришел он. В этом отношении при истории, как науке, всегда кормятся писатели. Потому что есть простор для допущений. Вот то, что не может себе позволить историк, то может себе позволить писатель. И это единственная граница, которая отделяет блестящее написанное историческое исследование от сколь угодно академически проработанного писательского труда. Писатель знает, чего он хочет, а историк, если он правильный историк, не знает, чего он хочет. Он хочет знать. И даже большие историки, которые для нашего поколения сыграли, для нашего поколения гигантскую роль, как Натан Яковлевич и Дельман, очень четко разделяли. Вот это исторический труд, а это литература на тему истории. Ему нужна была литература на тему истории, потому что только там он мог позволить себе то, чего не мог позволить себе в исторических трудах, то есть бесконечной системы допущений. И эта оговорка, повторяю, очень важная, иначе мы не поймем друг друг друга. Второе. Самое существенное, что, разумеется, в час, не в час, не в два, не в пять, не в десять рассказ о Александре Первом как таковом не вместить, потому что одна из ключевых эпох, и мы иногда некоторые аспекты просто даже еще недооцениваем. Ну, например, никто не смотрит, а мы сегодня попытаемся один полчетверть шага сделать в этом направлении, не смотрят на историю Александровской эпохи с точки зрения технологической, потому что меняется в том числе и в книгоиздании, но не только в книгоиздании, это последний русский царь, который не видел железной дороги. Это последний русский царь, для которого маленькие тиражи, норма, он еще не столкнулся с массовым воздействием литературы, и про это мы два слова сегодня скажем. Так что с этой точки зрения тоже надо посмотреть. Но мы посмотрим с высоты птичьего полета, потому что надо создать некоторую модель, потом с ней работать, может потом от нее отказаться, но некоторая модель для того, чтобы работать с гигантским материалом, должна быть, она всегда схематична, она всегда ограничена, и вот с этой моделью мы пытаемся поработать. Несколько портретов просто для удовольствия. Есть гениальный музейный конкурс, меняющийся музей в меняющемся мире, вот это меняющийся государь в меняющемся мире, с чего начиналось, потом посмотрим, к чему пришло. Да, и это последний русский царь, чьих фотографий мы не можем иметь по определению, не потому что он отказывался, а потому что их не было. Так же, как Александр Сергеевич Пушкин, последний русский писатель, который не имеет фотографии, и был великий русский писатель, который не имеет фотографии, поскольку он родился в год появления роторной машины, про роторную машину два слова скажем, и умер в год появления Дагеротипа, так что Дантеса фотографии мы имеем, Наталья Николаевна имеем, а Пушкина не имеем, что для мифологизации образа Пушкина играет невероятную роль и про лист Александром Первым. Так же, как с самозванцами, мы понимаем, почему Петр Третий Федорович годится для самозванческого мифа, потому что мы про него почти ничего не знаем. И для мифологизации фигуры исторической, вообще отсутствие знания, образа, закрепленного раз и навсегда, тоже невероятно важно. Так вот, для политического и биографического мифа Александра Первого, мне кажется, ключевое, что мы должны понимать, это то, что на его юность, детство и юность, пришлись два события. Это первый американский президент, это сентябрь 1989 года, первое правительство Соединенных Штатов Америки и одновременно начавшаяся французская революция. Революционное вторжение в привычный ход вещей для этого поколения – ключ к их проблемам и к их порывам. С одной стороны, это не может не вызывать симпатии, даже если ты государь, по той простой причине, что наконец-то с неподвижной оси снимается человеческая история, и ты оказываешься в непредсказуемости. Ну, все было раньше нормально. Крестьянские восстания бывали, как их не называют, войны, кривостания, бунты. Да, важно слово прикрепить, а в принципе, в общем, страшно, но понятно. А революция – это серьезное дело с одной стороны, а с другой стороны – учреждение нового, принципиального, небывалого, непонятного государства – это тоже вызов, с которым сталкивался человеческий, весь мир и государь в частности. И второе, когда мы часто рассказываем о переписке Александра I с Джефферсоном, мы все-таки должны еще накладывать на биографические вещи, которые подчеркивают роль революционного успеха в одной стране и неуспеха в другой. Джефферсон зашел, чуть не сказал, на престол, на свой президентский пост 4 марта 1801 года. Ну, по новому стилю, разумеется, мы понимаем, что это впритык с 11 марта Александровским. И ушел 4 марта 1809, когда, понятно, что Александров замирился только что с Наполеоном, и ясно было, что путь к большой войне все равно открыт. Это не только политический жест переписка с Джефферсоном, но и поиск ответа на вопрос, который стоял перед ним и всем поколениям государя его года. Это, а зачем нам вечное правление? И нельзя ли сделать так, чтобы без потрясений создавать другой мир? Это вопрос, на который Америка тогда нашла ответ, президентская структура правления. Европа думала сначала, что она шла в революционном процессе, потом все захлебнулось в крови. Но для него это фон, на котором разворачивается его биография и политическая биография в том числе. Как сделать так, чтобы власть тебе досталась, но ты мог от этой власти уйти? Чтобы она не была пожизненным крестом, но она была инструментом, с помощью которого ты меняешь мир к лучшему. А это последнее энтузиастическое поколение. Николай уже не был энтузиастом. Все, конечно, по-разному были энтузиастические. Павел I, которым выстокил русский Дон Хихот, средневековый идеал, обращенный в будущее. Все так или иначе в меру своего нрава, среди прочего, искали ответ на этот вопрос. Но вызов один. Как переменить мир и успешно переменить мир, не захлебнувшись в крови? И для утопии, с которой столкнулся Александр I, с той утопией, которую он попытался реализовать в этой жизни, она менялась, контуры ее видоизменялись, но это был ключевой вопрос. Как получить власть и не получить власть? Как перевернуть мир и не перевернуть мир? Возможно ли это? И мы видим, что два примера. Америка успешный. Еще впереди убийство президентов. Это еще никто не знает, что и там все с первым лицом не до конца идеально. Но этот поиск невероятно для него важен. И когда разрабатывается вот такая последовательная утопия, мы понимаем, что и его бабушка, когда задумывала проект под названием Александр I, тоже отвечала на этот же вызов революционной эпохи. Она понимала, как мудрая женщина, совершившая переворот, являвшаяся такой же самозванкой, как и враждебный ей Пугачев. И у Пушкина в «Капитанской дочке» этот парадокс, ключ вообще к его тексту, потому что она показана, намек есть на то, что она самозванка. Но она государыня, а он нет. Вопрос почему? Ну это вопрос к Пушкину, но Екатерина, несомненно, столкнулась с той же проблемой, с проблемой, как придумать новую историю в ответ на вызовы истории, на судороги истории старой. И, конечно же, она искала конституционный ответ, Кортесы, и это был ее ответ. Она его не успела дать, но искала. Павел искал свой, повторяю, свой ответ, Александр свой. Так вот, что касается проекта под названием Александр I. Мы прекрасно понимаем, что она фактически выдернула своих внуков из-под опеки сына и нелюбимой невестки. Потому что она, с одной стороны, им не доверяла, а с другой стороны, хотела спроектировать свой ответ на этот вызов бесконечной эпохи. И то, что Александр, имя, данное ею, отсылает нас не к Александру Невскому, как вроде бы положено для русского государя, а к Александру Македонскому, совершенно очевидно. И Константин отсылает нас к будущему греческому царству, которое ему должно было достаться. И это задуманное ею консервативное и при этом революционное решение должно было быть в конечном счете закреплено в Конституции. И это та проблема, которая досталась Александру. И воспитатель, которого она выбрала ему, был не случайен. Лагарп. Кстати, вышло только что блестящее трехтомное издание переписки Лагарпа под редакцией Андреевой и в переводе Веры Мильчиной. Безумно дорогое, но блестяще. И очень для нас важное. Мы должны понимать, кого она поставила в воспитателе своему внуку. Это не просто человек, выбивающийся из всех представлений о том, каким должен быть правильный воспитатель царской семьи, но и человек, непосредственно вовлеченный в политическую борьбу. Причем вовлеченный в политическую борьбу на стороне швейцарской демократии и немножко швейцарской тирании. Потому что мы должны понимать, что когда придет время возглавить директорию, он поведет себя как маленький швейцарский Наполеон, и несомненно встанет вопрос о том, что театры должны быть запрещены, когда идет война. Такой правильный маленький швейцарский тиран. При этом демократ. И это, конечно, было осознано, потому что Екатерина искала свой, повторяю, ответ на этот вопрос, вызов времени. Но Александр первый расплачивался за этот комплекс, который в нем воспитывали. С одной стороны, его готовили к будущей власти. С другой стороны, с ним постоянно играли в демократическую революционную игру. С третьей стороны, он должен был, он был человек, точно, что может быть, не всегда приятный, но точно ласковый, но неприятный в том смысле, что мог и шею свернуть. Но при этом прекрасно все понимавший. И он с этой проблемой столкнулся. Я обсуждал ее, обдумывал в переписке с друзьями, с Лагарпом с самого начала. Как взять власть и не взять ее? Как переменить мир и не переменить его? Как ответить на вызов революции? И в конечном счете он придумал свой ответ. Это должна быть либеральная монархия, которая будет гораздо более революционна, чем консервативная революция, вступившая в наполеоновскую эпоху. Это тоже надо понимать. Для поколения Александра Наполеон, Наполеона мы тоже покажем, нет, это сначала вот. Наполеон – это выход из французской революции через новый консерватизм. Революция началась с того, что дала светлое обещание, затем вступила в кровавую фазу и, пройдя через эту кровавую фазу, через Наполеона вступила в новый протолегитимизм. Термин легитимность войдет в оборот чуть позже, в эпоху священных союзов. Но ответ на этот вопрос в общем можно обозначить словом легитимность. Новая легитимность, то есть человек приходит на волне революции, гасит эту революцию и возвращает мир в консервативное, но связанное с революцией состояние. Это такой парадокс этого времени. На что можно на это ответить Александру I, который воспринимал, конечно, Наполеона как ближайшего конкурента? Можно было ответить, что монархия способна породить либеральную систему больше похожую на американскую, чем на французскую революционную. Это тот вызов, с которым будут работать все, и Александр I, и вот тут начинается. Поскольку есть утопия, правда ведь? Утопия начинает складываться, а это утопическое поколение. Современный мир не знает, что такое утопия, потому что он боится больших идеологий, он стал похож на большую страховую компанию, все хотят застраховаться от рисков, тогда от рисков не рисковали, от рисков не страховались, на них шли, но когда ты задумываешь утопию, либеральную утопию, тебе обязательно нужны не только либералы, но и жесткие времящики. И вот это Александр, который обладал властным инстинктом, несмотря на все цитаты, которые я не стал зачитывать, потому что вы их и так знаете, про то, как он мечтает уйти в будущем, осуществив перемены благие, мы часто не отдаем себе отчет в том, что на его монаршем горизонте одновременно, 1802 и 1803, появляются спиранские ракчи. Не последовательно, вот был либеральный период, выбираем спиранского, потом убрали спиранского, выбираем ракчеева, ракчеева одновременно. Вот в том же 1802 году, когда он удаляет в Калугу Державина, первого русского министра юстиции, и когда он отсылает лагарпа, вернувшегося в Россию, начавшего лезть не в свои дела, на горизонте Александра I появляются две взаимоисключающие фигуры. это, узнаем его, да, похож спиранский просто, спиранский, Михаил Михайлович спиранский. Это очень важная вещь. Мы просто себе представляем и политических деятелей, и особенно классиков в финале, на вершине. Они были такими. Это 1804 год, то есть он вот таким появился на горизонте будущего Александра, какого будущего уже Александра I, и он тут вполне себе похож на человека своей сентиментальной эпохи. Дело политика и литература – дело молодое. Это очень важно понимать. Так вот, спиранский появляется, и что, зачем ему спиранский? Потому что спиранский обеспечивает бюрократическую либеральную революцию. Мирную, без генеральных штатов, без возможности третьего сословия прийти на место аристократии, но, тем не менее, это бюрократическая революция, потому что те планы, которые они разрабатывают практически ежедневно, вплоть до 2009-2010 годов, мы просто часто не понимаем, каков масштаб этих перемен. Что такое Финляндия, которая получает свой сим? Есть Российская империя. Империя должна быть, как мы себе ее представляем, монолитной. Она должна иметь одинаковые универсальные институты на всей своей гигантской территории, иначе она плохо управляется. Они создают модель гибкой, разноуровневой империи, где распределены разные точки притяжения. Финляндия получает свой сейм, ей сохранена конституция, права и преимущества сословий соблюдены, то есть появляется как бы внутри империи новый анклав с другим типом управления. Потом это завершится Польшей, послевоенной, когда Польша, и это вызовет реакцию будущих декабристов, но сейчас не про это, про то, что создается модель либеральной империи. Извините, я термины украл у Чубайса, но это, конечно, в другом смысле слово либеральная империя, но это империя, которая не только подавляет, но и дает права, каких лишено основное население, государство, образующее нацию. Это первый шаг, который они делают в 2009 году. Второй шаг, который они делают, это указ о чинах гражданских и о придворных званиях. И опять же он скучно звучит, но это разрушение принципа старшинства, это разрушение принципа привычного личностного управления той же самой бюрократической имперской машиной, то есть подрывает основу прежней имперской модели. Это, если хотите, революция по отношению к революции Петра, то есть контрреволюция, которая, в свою очередь, является либеральной бюрократической революцией. И это рассорило Спиранского навсегда. И эта проблема не решена до сих пор. Как заставить высшее чиновничество сдавать экзамены, как конфуцианский путь реализовать в большой империи, я серьезно говорю, это шутки шутками, но когда декан экономического факультета МГО Александр Александрович Аузан попытался в проекте лидера России, а там проходит высшее чиновничество, ввести экзамены на знания, в том числе и гуманитарных вещей. Что ему ответили? До уровня заместителя министра да, начиная с уровня заместителя министра нет. Потому что, пример Спиранским, всем наука, рассорился со словами. Это революционный вызов. Если нет крови, если нет политических манифестаций, это не значит, что не происходит революция. Революция происходила, и она должна была уменьшаться. А это вот таким он стал в результате своей многотрудной жизни. В 2010 году собирается Государственный совет, и это уже фактически завершивший институциализированную революцию. Государь становится, конечно, во главе. Государь первый, и даже не среди равных, а первый и единственный, но рядом с ним оказываются институты, работающие автономно. И это принципиально. Мы движемся, да, мы все время отвечаем Франции. Ну, пришлось пойти на Тильзит, первые европейские войны проиграны, но здесь-то мы переиграем, здесь-то мы ответим. Мы сумеем сделать, как в Америке, но по-другому, так, чтобы все сохранить и при этом все поменять. Они с Аспиранским завершают эту работу, при этом совершенно очевидно, что следующим шагом большая война. И это, смотрите, как все одновременно. В 2010 год собирается Государственный совет. Наполеону тут же отказано в руке Анны Павловны. Это понятно, что это шаг к предстоящей войне. И назначают Барклая де Толли военным министром. И Барклай уже в седьмом году впервые поднимает с Александром в короткой записке Александру вопрос о том, какой будет следующая война с Наполеоном. Еще не заключены соглашения тильзитские, а уже встал вопрос о том, какой будет следующая война. И великий Барклай впервые, задолго до 2012 года, начинает перерабатывать идею будущей отступательной войны. Про это мы еще два слова чуть-чуть скажем. Важно, что утопия почти реализована. Вот бюрократическая революция произведена, вот новые институты учреждены, вот предстоящие. Мы готовимся к той войне, которую мы выиграем обязательно, потому что первым мы проиграли и сделали выводы. И тогда война, в которой мы победим, позволит нам закрепить все институты, на которые сейчас так болезненно реагирует чиновничество. И тут вступает в игру второй помощник Александра, без которого нет либеральной утопии. Это Аракчеев, похожий на советского актера. А вовсе не на того страшного Аракчеева, которого мы привыкли рисовать в своем воображении. Так вот, как реагирует на это Аракчеев? Он уходит в отставку с поста военного министра, реагирует на все происходящее. Но мы часто не вчитываемся, не вдумываемся в суть его ответа, его письма с просьбой об отставке. Он пишет государю личное письмо, суть которого выражена в последней фразе. «Не гневайтесь на человека без лести полвека прожившего, но увольте его из всего звания, как вам угодно». Здесь ударение на слове «вам». «Я служу лично вам», переводя на современный язык, говорит Аракчеев. «Я не хочу быть частью обезличенных институтов». Мы разрушим то, что имеем, если мы согласимся на план Спиранского, и институты будут заменять нам старые привычные нам отношения. Это десятый год, Спиранский на вершине. Аракчеев проиграл временно. Вот таким он станет в конце своих праведных трудов. И, наверное, давайте мы запомним тему военных поселений. Если останется время, к ней вернемся. Просто чтобы мысль сквозная не потерялась про утопию. Теперь про то, что он в итоге породил и с чем он столкнулся. Вот это роторная машина. Мы наконец-то до нее дошли. 1799-й. Это год рождения Пушкина, легко запомнить. И это за полтора года до восшествия на престол. Что это означает? Видите, как она устроена. Это, кажется, более позднее изображение. Первые машины мы не видели. Две бобины с бумагой, которые без конца вращаются. И печатная форма без конца шлепает все новые и новые страницы. Ну, аналогия понятная. Почему это важно? Потому что мы думаем, что задним числом что там все устоявшееся было. Это такой же вызов, как для советской власти принтер и ксерокс. А для современности Apple Book Story и электронная книга, которая поверх границ может передвигаться. Это вызов, на который надо искать ответ. Теперь давайте очень просто поймем, что это означает. Сами, без всяких справочников, без всего. Тираж растет. Если тираж растет, содержание усложняется или упрощается? Упрощается. Если содержание упрощается, что побеждает? Книга или журнал? Журнал или газета? Текст или картинка? Понимаете, да? В момент, никто этого не планировал. В тот момент, когда появляется эта машина, если побеждает все то, о чем мы сказали, это означает, что власть слова оказывается сопоставима с властью политической. Да, потому что сознание человека массово, и появляется еще в истории как субъект массовый человек. Задолго до всех, до всякого восстания масс, до 20 века, вот в этот момент они выходят на арену. И Александру предстоит править в тот момент, когда это будет зарождаться, когда тиражи будут медленно наурасти, хотя, конечно, последующие поколения с этим столкнутся. И тут на арену выходит еще один важнейший для него человек. Кто? Николай Михайлович? Нет. Нет, это юный Карамзин. Значит, вот опять, мы представляем себе Карамзина как? Мы себе представляем Карамзина вот так, правильно? Но когда он писал бедную Лизу письма русского путешественника, ему было 26 лет. И он был таким. И он был в этот момент, в момент воцарения Александра, тоже революционно настроен. И Юрий Михайлович Лотман предполагает, что пробелы хронологические в письмах русского путешественника связаны с тем, что из Женевы он каким-то образом посещал революционный Париж и там перепугался до смерти, потому что увидел революцию непридуманную, а ту, которая в реальности происходит. Это как мы потом будем удивляться, что робкий либерал Аненков к революции относится спокойнее, чем радикал Герцен. Просто Герцен видел, как это бывает и видел, какую цену приходится платить за совершенно неочевидный результат. В этом смысле, доказана ли гипотеза Лотмана, не доказана, может быть и не доказана, но основания для нее некоторые есть, потому что совершенно точно, что глубоко либеральный и тоже поддерживавший революционную утопию Карамзин в какой-то момент разворачивается, как бы мы сейчас сказали, на 180 градусов и превращается в носителя жестко-консервативной оппозиции. Опять же, в картинках, в которых живут он у всех у нас в голове, он ближе к Спиранскому, чем к Аракчееву. Идеологически он ближе к Аракчееву, чем к Спиранскому, вне всякого сомнения, по другим причинам. Понимаете, Александр задумывает либеральную монаршую утопию, которая противопоставлена революционному консерватизму и революционной архаике, которая завершилась на плен. У него появляются два, уже мы про двух человек сказали, очень важно для него, Спиранский, который обсчитывает его бюрократическую либерализацию, Аракчеев, который ему лично предан и дает чувство безопасности и опоры, а без этого никакие утопии не реализуются, и у него появляется консервативный оппонент, который будет ему напоминать о последствиях этой либеральной революции. Вот эти три фигуры образуют, конечно, их много, конечно, все важны, но эти три для того, чтобы мы поняли, как формируется Александровское начало, и про роторную машину. Конечно, Карамзин одним из первых русских литераторов понял, что тиражи будут, и что эти тиражи дают духовную и моральную, и политическую власть, и что это предполагает разговор с государем почти на равных. Я сейчас вернусь к записке о древней и новой России, просто мы вспомним, как русские писатели оппонировали русской власти. Это Курбский, мы его все опознаем. Он оппонировал, как беглый политик, великому царю. Он все равно не сомневался, что это великий, мерзкий, ужасный, какой угодно царь, но он писал царю. Он обращался к нему, как к царю, который, может быть, не заслуживает своего места на троне, но как к царю. Мы понимаем, что Грозный с ним разговаривал, как царь, как царь с беглым. Потом мы понимаем, что была оппозиция писателя, который не сознавал, что он писатель, протопопа Аввакума. Это лично опирающийся на глубокую религиозную традицию оппозиции. Мы понимаем, что был Радищев, который, вообще-то говоря, по-моему, тоже книжки писал, все-таки вместе с московскими мартинистами в политические интриги лес. И в какой мере обостренная реакция Екатерины связана с книжкой, а в какой с ее ужасом и подозрением, что они хотят здесь запустить кровавую революцию, это вопрос отдельный. Но как бы то ни было, Крамзин все эти правила и все эти принципы меняет. Потому что он начинает разговаривать с государем, как русский писатель, с русским царем. У тебя, государь, есть свои полномочия, а у меня есть свои. При этом, естественно, было бы ожидать, и это, конечно, новая утопия, утопия скепсиса, скептическая утопия, не антиутопия, а именно скептическая утопия Крамзина, противопоставленная энтузиастической утопии Александра I. И он в 2011 году подает государю записку о древней и новой России, которая камня на камне не оставляет от всей этой либерально-бюрократической революционной деятельности. И там много чего забавного, сейчас не будем на этом останавливаться. Патриотизм противопоставленный, космополитизму, реформы, которые ничего не меняют тем глубинным реформам, которые не осуществлены. Самое смешное, конечно, место в этой записке, это когда русский писатель объясняет русскому царю, русский писатель объясняет русскому царю, что такое деньги, как они устроены, почему они имеют цену, и почему попытка спасти порожденной колониальной политикой, колониальной блокадой обесценивания рубля не спасти переходом на серебряные деньги блестящий. Очень грамотный финансовый анализ. И, несомненно, пиком этого объяснения служит этот абзац. Если бы государь дал нам клейменные щепки и велел ходить им вместо рублей, нашедший способ предохранять нас от фальшивых монет деревянных, то мы взяли бы и щепки. Монеты введены не для делания из них сосудов, пуговиц, табакеров, но для оценки вещей и сравнения их между собой. Для XIX века это вообще предел понимания устройства денег, но и даже для дня сегодняшнего почти правильно. Мера денег это не цена, которую мы им назначили и не материалы, с которыми они сделали, а труд, затраченный на производство продукта. Ну, поехали. Не важно. Важно то, что разгромлена вся политика первой половины царствования и русский писатель выходит на арену как носитель скептического противоядия против либеральной утопии. И это тоже надо понимать. Мы недооцениваем. При этом амбиции тоже недооцениваем. В предисловии к истории государства российского Карамзин пишет в наброске, потом это не вошло в окончательный текст, история для народов тоже, что Библия для христиан. Вопрос. Кто же тогда такой историк? И, конечно, это концепт очень жесткий. Как мы дошли до вершины истории, как мы на этой вершине должны остановиться. Я тебе, государь, даю формулу русского покоя, и ты, пожалуйста, эту формулу соблюдай. И тут же мы часто недооцениваем, что эпоха Александра Первого это эпоха Крылова в большей степени, чем Пушкин. Великое Басинное творчество Крылова, так же, как Великая историческая деятельность Карамзина, это Александровское царствование. И смотрите, один скептик, царь-энтузиаст, а писатель-скептик, и второй писатель, величайший русский, который совершенно не собирался быть детским поэтом, а собирался быть первым русским автором, Иван Андреевич Крылов. Вот, какая главная русская басня? С вашей точки зрения. Нет, какая главная? Вот одна есть. Ворона-лисица. И он так считал, потому что свой девятитомный басенный свод начал именно вопреки всякой хронологии с Ворона-лисицы. Как начинается Ворона-лисица? Вот, если бы она начиналась однажды Бог, это была бы нормальная басня, и никак бы это не было связано с оценкой того, что происходило в Александровские времена. Смотрите, нормальная басня моралистическая. Верный жанр? Цель басни показать, как мир ужасно устроен и как надо его исправить. Идем мы вам даем формулу этого исправления. Мораль. В конце мы ее привинчиваем как табличку под картину. У него перевернутый жанр. Уж сколько раз ствердили миру, что лезет на сна, вредна только все не впрок, и в сердце лисед что? Всегда отыщет уголок. Стоп. То есть мир неисправим? А что же это за басня? Зачем тогда басня? Про правительство Карамзин. За правительство отвечает Карамзин. Нет, это очень важно понять, да, почему. Вот смотрите, Александр порождает эпоху энтузиастической монархии, которая обещает нам мирную революцию на всех фронтах, победу над всеми, и решить те задачи, которые настоящая революция решить не могла. Америка решила, но где-то далеко. И на это ответ скепсис. Начало скепсис Карамзина, и рядом проявляется глубокий скепсис Крылова. Мы понимаем, что это не детский писатель, потому что детский писатель, который говорит, что мир не поправить, у сильного что? Всегда бессильная вина. И смотрите на слово всегда у Крылова. И это в той же мере, в какой Карамзин писал историю государства российского, чтобы объяснить царям, как устроена история, и как ее надо не портить. Все. Замри, ничего не трогай. Смысл его пафоса, его истории, записки. А у Крылова мир неисправим. Это такое скептическое евангелие, русские правила жизни, потому что мир хрупок, тронешь и развалится, ничего не меняет. И это, конечно, такая романизация, и он никогда в жизни не мог себе представить, что его когда-то превратят в детского писателя. Ну, про это есть замечательные исследования Екатерины Ляминой и Натальи Самовер, о том, как он стал детским писателем. В двух словах это произошло во время юбилея 1938 года, когда ему впервые в русской литературе устроили юбилей. Не было жанра литературного. У врачей был юбилей, у писателей были литературные обеды, это разные вещи. Первый юбилей, который устроили Крылову, и он пришел на него, и туда государь прислал младших. Ну, младших надо занимать, и Петр Андреевич Вязевский, ничего плохого не имея в виду, написал кантату, в которой 17 раз повторялся припев «Здравствуй, снуками своими, здравствуй, дедушка Крылов». Так бывает в истории. Он вошел первым русским писателем, а вышел первым детским поэтом. Хотя ничего детского в этом нет. Это повторяет. Если мы ставим это в контекст Александровской эпохи, монархия производит утопию, а литература производит отрезвление. И это скепсис. Опять же, скепсис, если вы вырвать из контекста, он такой мрачноватый скепсис получается. Но, в принципе, в этом контексте понятно, что происходит. И дальше у нас происходит движение к войне. Сейчас мы писателей пролистаем быстренько, поскольку мы уже сказали. И тут обещанный Пушкин. Конечно, пушкинский расцвет это не Александровская пора. Конечно, Пушкин скорее писатель Николаевской эпохи, великий, уже в Александровские времена начавший раскрываться. Ну, конечно, тот Пушкин, которого мы знаем, это Николаевская парада. Но что важно? Вот эта попытка разговаривать с царем почти на равных, Карамзинская линия, не державенская, не радичевская, а именно Карамзинская линия, при всем сложном отношении Пушкина к Карамзину, ему досталось наследство, он попытался реализовать. И в той же мере, в какой Карамзин скорее выиграл в этой борьбе за право разговаривать с царями на равных и истину царям с улыбкой говорить, Пушкин скорее проиграл. Но тут еще одна очень важная фигура. Вы мне сейчас скажите, это настоящая икона или нет? Это настоящая икона. Это архимандрит Зенон Теодор, один из лучших современных иконописцев. Посмотрите внимательно, сейчас я подойду. Здесь видите, у него нет нимба, правильно? Это по чину античных мудрецов вполне канонично. Изображен Пушкин, беседующий с митрополитом Филаретом Дроздовым, тем самым митрополитом будущим, он еще не митрополитом, в тот момент, по которому сейчас будем говорить. И это вполне канонично. При этом в этой иконе, конечно, видно, что у нас современные, в ней есть легкий юмор, я бы не сказал ирония, но легкий юмор есть. Они разговаривают, вы знаете, что Филарет переписывался с Пушкиным в стихах, вообще был человеком невероятно важным для своей эпохи. Вот этот указательный палец, который, с одной стороны, благословляет, с другой стороны, постукивает полбу великого поэта. Но в принципе каноничная икона. Почему я ее взял? Потому что нам надо еще про одну очень важную фигуру Александровской эпохи сказать. Это митрополит Филарет Дроздом. Во время войны 1812 года, начав терпеть поражение за поражением, переживая это как катастрофу не только политическую, но и личностную, Александр попытался впервые в жизни прочитать Евангелие. Тоже характерно православная империя, где государь до 12 года не читает сколько, если он 77-го, но уже не юноша, лет больше. В 30 годах правители православной империи обнаруживают, что Евангелия нет церковно-славянским, он не владеет, разумеется. Перевод до соси у него есть, но он хочет, чтобы ему дали. В итоге ему Голицын дает почитать. В ночь, когда пришла новость о поражении, о сдаче Москвы, он в потрясении читает Евангелие. Тогда возникает замысел, который, так же, как взятие Парижа и основание лицея, все-таки входит в три главных подвига Александра Первого, несомненно. Это начинаются работы по переводу Евангелия на современный русский язык. И мы опять же недооцениваем, что это в реальности означает. Поколение Державина учили дички, поэтому церковно-славянским они владели. Следующее поколение церковно-славянским живым, как живым, даже как мертвым, но своим не владеет. разрыв между разговором, который мы можем вести между собою и религиозной жизнью невероятен. Это отрыв, который нужно каким-то образом было преодолеть. Елисаветинская Библия малоархаична, б мало доступна. И начинаются эти работы после 2012 года, которые возглавил будущий митрополит Филарет. Он же писал непонятное полуотречение Александра от трона в будущем, от прав Константина, но это уже отдельный разговор. Важно, что эти работы начались, и к концу Александровской эпохи мы имели изданное русское Евангелие, и мы имели пятикнижие, которые уже в Николаевскую эпоху сожгли. Но митрополит Филарет, как положено иерарху, жил долго и довел дело до ума, и умер после того, как русская Библия появилась. Это прорыв культурно соединивший далеко разошедшиеся полюсорусской культуры. Теперь возвращаемся к Кутузову и Барклаю. Автором идеи отступательной войны будущей был, конечно, Барклай. И это показывает замечательное исследование Тартаковского, посвященное Барклаю. Мы просто по дням можем проследить, как рождалась эта идея у Барклая. И выбор при этом как у Пушкина в стихотворении, как мы помним, да, здесь кто? Зачинатель Барклай, здесь завершитель Кутузов. В пушкинском сознании, поскольку уже памятники возле Казанского собора выстроены и справедливость восстановлена, противоречие между Кутузовым и Барклаем нет, да, в общем, между ними не было противоречий, если бы не поведение нашего любимого государя Александра Павловича, в общем, не просто сдавшего Барклая на съедение общественного мнения, такое бывает в политике, но и не сделавшего ни одного шага для того, чтобы восстановить его доброе имя в глазах общества. И это, если мы считаем три главных хороших поступков Александра, взятие Парижа, основание лицея и перевод Евангелия на русский, то, конечно, самое, может быть, неприятное из того, что он сделал, это сдача Барклая, истинного автора отступательной войны на съедение войскам. Вот эта замечательная картина, которая изображает Барклая, наблюдающего за битвы. Ну вот, а дальше, опять, возвращаясь к военным поселениям и к послевоенному Александру, есть традиционная схема. Был либеральный Александр первой половины царствования, и он во всем противоположен консервативному Александру второй половины царствования. Война как рубеж, но эта схема отчасти правильная, отчасти нет. Мы сказали, что и Аракчеев, и Спиранский появляются в первой половине царствования, они оба нужны для реализации либеральной утопии, вторая часть управления тоже утопична, и тоже ему нужны и те, и другие. Про военные поселения. Военные поселения, которые вошли в нашу историю со знаком абсолютного минуса, вообще-то замышлялись как нечто вполне себе приемлемое. Первые разговоры пошли еще в 1809 году, когда по образцу прусскому, где генерал Шаренгорст придумал для пруссаков военные поселения как способ обойти современное слово санкции. Пурсаки не имели права содержать войсков, и единственная схема, которая была возможна, чтобы армия была готова, это держать в военных поселениях, они были как бы мирными и одновременно как бы и солдатами. Россия это была не нужна в 1809 году, но в 1818 проводится конкурс, закрытый, разумеется, каким он еще мог быть, на будущую крестьянскую реформу. И это в разгар консервативного второго, консервативной второй половины правления. Как в первой половине, в либеральной, были консервативные утопические шаги, так и во второй, консервативной, были будущие либеральные зашиты. И военные поселения были связаны Рокчеевым, который представил, наверное, самый трезвый при всем том, что все правда, мерзавец, гнобил людей, ужасные мысли в голове у него жили, но при этом трезвый мыслящий и выполнявший, хорошо выполнявший данные ему поручения, предложил какую идею освобождения крестьян. Почему все боялись освобождения крестьян? Потому что это еще одна потенциальная революция. Вы освобождаете людей, вы же не можете отобрать у дворян их земли. Ну, вы, конечно, в идеале можете, но не сделаете этого просто потому, что вы боитесь. Освобождать надо. Как их освободить? Они ведь превратятся в пролетариат, они же уйдут в города, они же будут бродильным веществом истории. Ответ предложил Аркчеев довольно внятный. Все равно после войны 12-го года и европейских походов помещики закладывают земли в опекунский совет, все равно крестьяне оказываются описанными, давайте мы просто будем их забирать в казну в погашение неоплатных долгов. революции не будет. А дальше не будем их освобождать в течение одного поколения. Это поколение потратим на то, чтобы дать ремесло следующим кантонистам, то есть детям, рожденным в этих браках. Трезвый план, трезвый. Но утопия, как только начинает работать, если нет противовеса, если нет противоядия, утопия пожирает идею, приведшую к ней. Сначала начали управлять автономно, получили отдельные права, в том числе и откупа, получили право не соотносить с государственным бюджетом. В итоге мы видим самоуправство, мы видим, как солдат заставляли жить с теми женами, с которыми они уже давным-давно расстались. По факту. Понятное дело, что когда вы служите 25 лет, то много чего происходят на вашей исторической родине. И возвращение, искусственное соединение этих семей вело к катастрофам. Требование жениться приводило к тому, что выстраивали парами в две колонны и женили тех, кто смотрел друг на друга. Ну а дальше воровство, взятки, ненависть к власть придержащим и взорвавшаяся утопия. Но это уже все это пришлось расклебывать следующему государю Николаю Павловичу, который вовсе даже не предполагал этого ничего делать. И еще одна фигура, о которой необходимо сказать, которая никакого отношения ни к утопии, ни к антиутопии, ни к скепсису не имеет, это про то, как протекала религиозная жизнь в России Александровской и после Александровской эпохи. Это кто у нас? Это Серафим Саровский. Это единственный прижизненный портрет. Вот это как раз не икона. Это единственный имеющийся у нас прижизненный портрет. У нас одновременно живет один из самых ярких русских царей. Один из величайших русских писателей. И один из любимых впоследствии русским народом святых, который царь о Пушкине что-то знал. Пушкин, конечно, про Александра знал, но оба они ничего не знали о Серафиме Саровском. Он при них жил, ни у того, ни у другого ничего не нашлось, чтобы о нем узнать. И почему мы упоминаем эту фигуру, потому что мы подходим к я слежу за временем. Мы подходим к тому моменту, когда нам надо сказать да, вот это Филарет. Гроздов это не икона, это портреты. Это его портреты. Так вот, возвращаемся к первоначальной теме. Александр с юности думал о том, как взять власть, но потом от нее избавиться. как сделать так, чтобы провести определенный срок на троне, но чтобы его не нужно было устранять, как он сам устранил своего невольно, но понимая, что происходит своего отца. И эта мечта прошла на протяжении всей, через всю его жизнь. И мы знаем несколько разговоров, документально зафиксированных, когда он делился планами оставить трон и уйти, то есть попытаться стать фактическим президентом, поскольку в отличие от государя президент может и обязан уйти. Некоторые не уходят, но не все. Так же, как цари некоторые уходят. Так вот, это разговоры в 12-м году, в 18-м году и если мы сейчас не буду мучить вас цитатами, все эти разговоры так или иначе о том, что он когда-нибудь оставит свой трон и когда-нибудь уйдет с этого трона, как один все эти разговоры происходят в момент наивысшей опасности. Как только опасность минует, эти разговоры прекращаются. И в 17-м, 19-м, 19-е это уже все, зант вытащил свой кацебу, кинжал, конституция баварская в 18-м году провалилась, начались новые революционные движения, национально-освободительные и так далее. И тут происходит то, что сейчас вы поймете, почему я об этом говорю, происходит то, что так любят все читатели биографии Александра I, начинается разговоры о том, что он не умер, а ушел с трона. давайте попробуем встать на точку зрения нормальной, вернуть себе чуть-чуть монархическое сознание ненадолго. Монарх не может уйти, не отрекшись. Он может сбежать, но если он уходит не отрекшись, он разрушает всю династийную, все последующие воцарения, потому что они не стаблюстители, а не государи. Венчание на царство недействительное. Все эти разговоры о том, что царь романтически ушел с трона, мы сейчас не обсуждаем, возможно ли такое технически было, сейчас про другое. Все эти разговоры зиждются на том, что мы не понимаем, что такое монархская власть. Все легенды старца Федора Кузьмича, сейчас опять же не про то могло быть или не могло быть, они предварительным условием имеют романтическое постмонархическое сознание. Царь такой же обыватель, как любой из нас, вот я сейчас уйду, через то дверь и никогда не вернусь, это мое личное дело. И то по отношению к близким я поведу себя наверное нехорошо, уж как минимум если не поделю имущество между ними. Царь имеет то, что выше, чем имущество, он имеет империю, поэтому если он уходит, то он предает свой трон, он тогда мало того, что невольный цареубийца, он еще и предатель клятвы, которую он давал перед крестом и евангелем во время воцарения. Что не исключает романтичности самой истории про старца Федора Кузьмича, он местно чтимый, святой, его почитают в Томске, где найдены его мощи. Но тут возвращаемся к русскому писателю и русскому царю. Лев Николаевич Толстой нашел в истории про старца Федора Кузьмича ответ на все свои вопросы. Не на вопросы, которые решает государь, а вопросы, которые решает русский писатель. Вот ему для того, чтобы проиграть уход, история старца Федора Кузьмича была невероятно важна. Это последний, это уже посмертный портрет Репина, не совсем похожий на традиционного Толстого. Но тут мы что можем сказать, что именно Лев Николаевич Толстой бросил главный литературный вызов Александру Первому и написал роман, в котором все не так, как было, но попробуй докажи, что это так. Роман начинается с того, чего не могло быть. Он просто в первой странице. Давайте просто по претензии историков к писателям. Сейчас встанем на точку зрения нормального историка и посмотрим. это салон Фрейлины, правда, Анна Павловна Шерер. Она, соответственно, не замужняя. Может ли не замужняя женщина иметь салон? Второе. Она, Фрейлина, значит, она где должна жить? Во Фрейлинском крыле дворца. Она собирает блестящих офицеров. Откуда они взялись летом в городе, если они должны быть на летних квартирах? Ну, допустим, они каким-то образом оттуда выбрались. Окей. Но они потом идут к женщинам. Женщин они откуда взяли летом в городе? Вольных женщин не откуда взять. Они либо на вакациях вместе со своими покровителями, либо они вместе с театрами, если это артистки, зарабатывают деньги на гастроли. И не могли звать Ипполитом Ипполитом, он не мог проиграть, ну и прожить. Проиграть мог прожить те деньги, которые он прожил. Не было ни одного случая перехода в католицизм в тот момент, который описывается у Толстого. Дальше. Лев Николаевич знал об этом или нет? По большей части знал. Но он писал по принципу, который когда-то выбрал журнал Афиша в момент своего появления. Как напишем, так и будет. Как напишем, так и было. И вот этот спор оказался невероятно важным. У Льва Николаевича Толстого, поскольку ему ни утопия, ни революция, ни контрреволюция, ни скепсис, ни энтузиазм не важны, это не вписывается в ту глобальную космологическую картину, которую он рисует, малой частью, которой является война 12-го года и европейские кампании, он написал ту картину, в которой ни политическая утопия, ни политическая антиутопия, ни поиски Александра Первого, ни контрпоиски окружавших его людей не вписываются. И мы можем сколько угодно на это ругаться, но Лев Николаевич Толстой оказался сильнее, чем Александр Павлович Романов. Спасибо. Я могу еще рассказать, как полезно приглашать неисториков. 12-го декабря у нас будет выступать новый член корреспондент наук, доктор исторических наук, Сергей Владимирович Мироненко, специалист по Александру Первому, по декабристам, ну и так далее, и так далее. И вот, конечно, что рядом эти два, практически рядом два выступления на салоде, мне кажется, это очень важно и интересно, потому что, говоря об эпохе Александра, здесь очень важны взгляды, и вот такие, и очень интересно. Спасибо, Александр Николаевич, потому что, ну, вроде, знаешь, и все равно... Это к счастью. Ура! Да. Это к празднику, Александре Павловичу сегодняшнем в салоне. И, конечно, думаю, будет интересно выступление Сергея Владимировича, естественно, Мироненко. Он великий, ну вот, вот прямо правда. Ну, конечно, есть вопросы, да, потому что многие темы, которые еще можно, я понимаю, что трудная задача, да, говоря, так скажем, и в о либеральных течениях мыслях можно еще Конституцию Новосильцева вспомнить. Много, что еще можно вспомнить, но, увы, да, сейчас это ничто, это только... Да, поэтому... Воцарение через преступление, это же всю жизнь его преследовали, да, и, возможно, он так и странно ушел быстро. Ведь, смотрите, это очень важно, смотрите, особенно в России, в истории России первое убийство наследника погубило Рюльевича, да, второе убийство наследника Петрова религии погубило роману, потому что он чистых романных не остался. И третье, погубило, я так думаю, что он самодержант. Вот почему бы умолчали о том, что важный ведь наверняка современники его обсуждали, хотя бы не явно, да, но ничего этого не коснуется. Это сознательная фигура. Ну, нет, во-первых, все-таки, что он невольный цареубийца, я сказал. Он же соучастник, и отцареубийца специально. Да, вы абсолютно правы. Это ужасные вещи. Единственное, что я бы сказал, что Петр Первый все-таки жил в эпоху престола, не престола наследия, а престола назначения. Поэтому там другая была. До Павла Первого в России никакого престола наследия не было. Да, это было престола назначения. Вот кого назначу, тот и будет. Первый роман, он был четкий. Закона не было. Закон Павловский. Совершенно точно. Почему подробно не сказал, именно в силу того, что пытался втиснуть. Но Александровская надежда на воцарение, которое его освободит в конечном счете, тоже связана с этим мотивом убийства отца. Он искал, он, конечно, мучился всю жизнь. Конечно, это лейтмотив его внутренней жизни. Но это один из мотивов, который толкал его на поиск реформ. Как сделать так, чтобы не нужно было устранять? Это ответ самому себе. Как делать так, чтобы я сам ушел? А почему вы и Александр думали, почему он с Верина обращался к Далёте к таким примерам, как американская демократия, хотя было бы две успешных революции, голландская и английская. Все ладко, парламент, парламентский и революции. Ну, там были разные случаи. Нет, это все успешно, до сих пор это все успешно. Это успешно, но там это немножко другое. Это с точки зрения тех исторических событий, в контексте которых жил и мыслил Александр I, это не революция. Вот еще раз, да, для них образ революции это то, что происходило в 89-м году во Франции и в последующем. Удачный опыт американский 89-й начинается и в общем идет все хорошо. Неудачный опыт французский начинается и идет все плохо. Это близко, английское далеко. И это помимо революции много чего еще было. Там другие основания, институциональные основания. Много, нет, он знал все, ну, хорошо, мы с вами переживаем события, которые были 10 лет назад острее, чем то, что мы, может быть, было грандиознее, но 150 лет назад. Если мы, опять же, не историки и не писатели, а нормальные люди, мы понимаем, что это значительнее, но это там. А то, что нас окружает, это здесь. И мы реагируем прежде всего на это. Но вы правы, мотив отцаубийства сквозной для него. это очевидно. Сгубило ли это русскую империю, я не знаю. Мне кажется, у него были много чего другого хорошего. 17 год. И прошло из них или садочное. Не, ну, тут, конечно, вопрос, не надо было есть яблоко в районе. В общем-то, с этого все и началось. Все наказует. Надо ли пазу преступления наказует? Да, иногда нет. Бог все видит, но иногда не принимает решения, потому что не считает нужным. сегодняшний салон мы закрываем. Еще раз, Александр Николаевич, огромное спасибо. Я надеюсь, что это был первый опыт выступления, но музей царицы нам всегда будет вас рад видеть, и в том числе на наших замечательных выставках. Но я думаю, если есть минутка, хоть все-таки эпоху Александра, хоть это Екатерининский корпус, но мебель-то и картины у нас про Александра. Так он Александр-то благодаря ей, чего уж, конечно. Конечно. Поэтому еще, может, посмотрим выставку. Всем большое спасибо. Всегда рады вас видеть в нашем музее. И до новых встреч в следующий салон 12 декабря. И, как сказал Александр Николаевич, великий Вероненко. Спасибо. Класс. Продолжение следует...